Здравствуйте, я Кузнецова Татьяна Юрьевна, жительница России, конкретно города Ульяновска. Хочу выразить свою благодарность Центру Бердавид, в частности, самому Давиду, за то, что они мне очень сильно помогли, когда я болела. Болела я очень сильно, меня госпитализировали еще в феврале с подозрением на почки, а через 2-3 дня перевели в ковидное отделение. У меня был такой сильный озноб, ну, в общем, я аж подпрыгивала на кровати, зуб на зуб не попадал, я пораскусывала себе язык, лечение, то, что мне проводили, не помогало, и врачи решились лечить меня гормонами. После применения гормонов стало еще хуже, потому что сахар поднялся, сахар поднимался до 26,9, то есть 26,9 вот такой поднимался сахар. Я как бы вообще небольшой такой диабетик, сахар у меня, ну, 7-8, самое большое, когда было. Это было очень для меня резко и тяжело. Стала кружиться голова, тошнота. Состояние было такое, как будто я покаталась на какой-то центрифуге очень-очень долго, а потом ни ноги не идут, ни голова не соображает тошнота. Настолько было плохо, что меня хотели переводить в реанимационное деление, то есть когда я лежу под кислородом на скорости 12-15, у меня сатурация где-то 95. Когда снимаешь маску кислородную, через полминуты падает ниже 90. В общем, мне сказали, как будет место, тебя возьмут, потому что у меня уже было пограничное состояние. Я лежала уже в памперсе, я не могла двинуть даже головой, несколько дней не ела, ну, пить пила, потому что медсёстры, таблетки, карту, там, паильнички, то есть вот так вот я жила уже несколько дней. Потом тут мне девочки по палате сделали в интернете тариф, чтобы там как бы получше было со связью. И я вот в воскресенье пришла, ссылка на конференцию клиники Бердавит, я подключилась. Конференция я подключилась, а сама я отключилась, потому что я, ну, мне невозможно ни голову не поднять, ни смотреть, как бы даже было тяжело. После конференции, ну, видимо, я как-то, не знаю, или бессознание было, или я там спала, в общем, мне позвонили девочки из группы и спрашивают, ты Давиду уже позвонила? Давид на конференции сказал, что, Таня, у тебя очень высокий сахар, что с тобой, свяжись со мной. Ну, говорит, наверное, это ты, потому что, Таня, только две, а в больнице у нас ты лежишь. Я до сих пор, знаете, вот в удивлении, я до сих пор каждому встречному, поперечному говорю, понимаете, человек за много тысяч километров, я вообще как бы вот на конференции, то есть просто теоретически присутствовала, я не говорила ничего, вот, в общем, и он почувствовал, что у меня сахар высокий, не просто высокий, а вот когда уже к 30 подходит, это уже ведь опасно для жизни. Вот. Ну, хочу сказать, что я уже как-то так прозрела, вот, я написала, что у меня сахар как бы держится в последнее время больше 20, и вот как бы накануне был почти 27, вот, и Давид сказал, что с завтрашнего дня мы тебя будем лечить, не беспокойся, сегодня, говорит, я как бы постарался, тебе будет полегче, с завтрашнего дня я тебя буду лечить. Хочу сразу сказать, что для него это было неудобно, потому что я лежу в больнице, 8 человек у меня в палате, постоянно приходят, кровь берут на сахар, кровь берут общую, значит, то кардиолог, то гинеколог, то хирург, постоянно что-то измеряют, что-то делают, ЭКГ, обход, он там может и один, и два раза быть за день, то есть вот все это неудобное время, все ждал, когда, как бы я смогу, вот, ну, чтобы связаться с ним по WhatsApp. Вот. На первом же сеансе вот было интересное ощущение, я вот хочу сказать, вот, Давид говорит, значит, там, дыши вот так, там, вот это представь себе, и вот вы понимаете, вот с каждым вдохом, вот как-то сюда вот входит, ну, какой-то, как хрустальный такой вот, вот такой какой-то ширины, как струя воздуха, такая она немножко прохладная, свежая, чистая, вот она вот сюда почему-то мне входит, и там растворяется, вот каждый вдох, вот я ее прямо вот ощущаю, этот вдох, вот каждый вдох на сеансе с ним, вот приносил, вот, ну, не знаю, вот как будто я вот на улицу, что ли, вышла, вот из палаты, вот из этого всего, вот кошмара, ужаса, и прям чувствовала сразу вот, не то, что вот прям после сеанса, а вот во время каждого вдоха чувствовала облегчение, вот. И надо сказать, что еще вот с понедельника с утра, еще до того, как с Давидом сеанс был, позвонила сотрудник его центра Римма Голберг, позвонила Анастасия, Римма Голберг связалась с моими врачами из Израиля, в Ульяновск, позвонила врачам сюда, вот, нашла моих, значит, позвонила в саму поликлинику, там нашли моих врачей, переговорила о том, как меня лечат, говорит, что у меня какие показания, что Анастасия звонила, поддерживала, вы знаете, в то время, когда лежишь уже, ну, местами без памятствия, местами без сознания, не можешь голову повернуть, несколько дней не ешь, невозможно даже вообще было тарелку представить, там вот слышишь, что что-то забрякало там посудой, и невозможно, когда вот такая лежишь, думаешь, только бы выжить, и тебе говорят, что мы тебя не бросим, мы здесь из Израиля, мы тебе поможем, обо всём договоримся, если тебе нужно лекарство, ты только всё говори, ты выживешь, чтобы и здоровьешь, всё будет нормально, вот, ну, потом, Давид меня лечил всю неделю, каждый день, я уже на второй день, то есть после первого сеанса, я уже села на кровати, я смогла уже обходиться без памперса, ну, это, конечно, может быть так жестоко, я грубо говорю, но те, кто лежал, были лежачи, меня поймут, вот, потом меня уже даже, как бы я могла дойти до каталки, там, узко в палате, между кроватями, вот, могла дойти до каталки, меня вывозили, вот, в общем, через пять дней, я уже была, ну, такой, знаете, адекватный человек, сахар у меня, самое больше, 15, если поднимался, вот, после того, когда мне кололи гормон, после, за 20 уже не было, и, стало намного легче, после советов, вот, Римы, как она мне сказала, что, на что очень важно обратить внимание, вот, при моём заболевании, у меня была пневмония, я, может быть, не сказала, двусторонняя пневмония, лежала в ковидном отделении, вот, потом ещё после этого, ну, мне уже было намного легче, и даже уже, когда меня домой, это выписали, нет, нет, Давид проводил мне сеансы, потому что я ещё была очень слабая, вот, 10-5 шагов сделаешь, тошнота опять подкатывала, ну, это уже, конечно, не сравнить, как было в больнице, потому что я уже без кислородной маски обходилась, в общем, он меня поставил на ноги, спасибо ему большое, дай Бог ему здоровья, ему, всем его работникам, его семье, они, ну, вытащили меня с того света, потому что я человек сам по себе больной, пожилой, вот, и для меня была очень важна их помощь, и все мои родные и близкие тоже его благодарят, потому что, ну, такую большую помощь мне оказать, мне, которая, как говорится, ну, я не великий там какой-то человек, я обычная женщина, он меня спас, меня спас, мои родные его благодарят за то, что я осталась жива, спасибо ему большое, спасибо ему большое. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ